МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем заниматься растяжкой и выполним комплекс упражнений, направленный на развитие поперечного шпагата. Очень важно, чтобы этот комплекс выполнялся на разогретых мышцах и в медленном темпе. Садимся ровно, коленки тянем, стопы дотягиваем до предела. Сейчас мы выполним небольшой разогревчик. Ножки на себя, разворачиваем стопы, вытягиваем до предела. Заворачиваем, разворачиваем и вытягиваем. Выполняем движение с прямыми коленками, с прямым корпусом. Не упираемся на пол, держим ручки на ножках. Разворачиваем стопы. Раз. Выполняем восемь раз. Два. И три. Четыре. И все обратно. Постарайтесь выполнять движение с максимальной амплитудой. Разворачиваем стопы, дотягиваем до предела. И раз. Так же восемь. Два. И три. Четыре. Коленки дотягиваем, спинку держим. Опускаемся на пол. Прямые ноги. На вдох. Мы поднимаемся, ручки поднимаем вверх. На выдох. Опускаемся вниз. Опустились. Выполняем восемь раз. Раз. Прямые ножки. Выдох. Раскрываем коленки и стараемся накланять спание ниже. Три. Четыре. Остались в бабочке. Держим стопы, спинка прямая. От поясницы вытягиваем себя. И коленки тянем к полу. Очень важно в этом движении, чтобы ваша спина была прямая. Очень важно. Держим крепко ноги. И плечи оттягиваем от ушей. Коленки стремятся к полу. Пружиним. Раз. Два. Движение называется бабочка. Три. Коленки к полу. Четыре. Пять мышцами. Отводим коленки к полу. Семь. Восемь. Прижали коленки к полу. Проверили прямую спинку. И задержались в этом положении. Ну, хотя бы минутку. Держим себя. Прямая спина. Коленки максимально к полу. Чувствуем, как работают ваши мышцы. Внутренние мышцы ног. Ну и, конечно же, спина. Расслабились. Прямые ножки. Складочка. Раз. Выдох. Эти движения выполняются в интенсивном темпе. Два. Выдох. Вдох. Выдох. Носом вдох. Ртом выдох. Раскрываем коленки. И подаем корпус вперед. Выдох. Остались снова в бабочке. Проверяем спинку. Сейчас вам уже легче открывать ножки. Так как ваши мышцы разогреваются. Тазобедренный сустав разрабатывается. Спинка прямая. Коленки стремятся к полу. Пружиним. Раз. Два. Пружиним. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Снова прижимаем коленки к полу. Выравниваем спинку. Данное упражнение можно выполнять как на вдох, так и на выдох. Можно попробовать и так, и так. Пробуем на вдох. Наклоняемся вниз. А на выдох мы расслабляемся. На выдох мы расслабляемся, руками тянемся вперед. Круглая спинка, раскрутили себя. Выравниваем спинку и пробуем на выдох. Вдох. Выдох. Вытягиваемся в длину. Снова расслабляемся, руками потянулись вперед. В этом движении нужно стараться максимально долго находиться. Пытаемся расслабиться. Круглая спинка, раскрутили себя. Вытягиваем коленки и ложимся на пол. Ноги прямые. Сейчас будем выполнять рондики. Ронд – это круг. Поднимаем правую ногу вверх. Раз. Следите за тем, чтобы коленки были прямые, стопы дотянуты. Отводим ногу в сторону. Можно помочь рукой отводить ногу в сторону. И закрываем. Три. Четыре. Разрабатываем тазобедренный сустав. Бедра подтянуты. Пятку толкаем вперед. Раз. По выворотным позициям. Отводим ножку в сторону. Два. И закрываем. Три. Четыре. Поднимаем вверх. Раз. Помогайте себе ручкой. Два. Три. Четыре. Этой же ногой обратно. Раз. Поднимаем ножку вверх. Два. Три. Прямые ноги. Четыре. Раз. Поднимаем ножку вверх. Два. Разрабатываем тазобедренный сустав. Четыре. Поднимаем левая ножка. Два. Работает. Три. Четыре. Вверх. Раз. Помогайте ручке. Увеличивайте амплитуду. С каждым движением амплитуда увеличивается. Раз. Два. Три. Четыре. Еще раз. Пятку вперед. Два. Три. Все обратно. Нога двигается по полу. Пятку толкаем вперед. Бедра подобранные. Три. Четыре. Еще. Два. Три. Четыре. Сейчас мы поделимся по парам. Есть ряд упражнений, которые выполняются в парах. В данный момент мы используем с вами одно движение. Ножки раскрываем в полу шпагат. Рыгал. Раскрыли ножки в полу шпагат. Так, чтобы вам было более-менее комфортно находиться. В полу шпагате бедра плотно прижимаются друг к другу. Бедра, пояснички. Человек, который сейчас не работает, ножки вместе. Собираем. Да, Марин. Да. Нужно плотно прижаться друг к другу. Калинки вытягиваем. И очень мягко, очень осторожно, аккуратно. Ложимся вперед. Ручками тянемся вперед. И потянулись ручками вперед. Очень важно общаться с вашим партнером. И если, конечно же, вам больно, очень больно, да, то нужно выполнять такую амплитуду движения, чтобы можно было хотя бы в этом движении какое-то время находиться. Будут растягиваться внутренние мышцы ног. Минутки две-три. Можно подольше так. Тут человек, который сверху, нужно прогнуться и расслабиться. То есть это еще такой релакс. И очень осторожно, аккуратно мы поменялись. Медленно. Очень важно, чтобы движения выполнялись в медленном темпе. И медленно нужно выходить из движения. Потому что можно себе навредить, если вы будете выполнять резкий подъем. И поменялись вестами. Если вам человек говорит, что нигде ничего не тянет, можно приподняться чуть-чуть. И немножко выше плечи. Стараемся расслабляться. Дышим глубоко. Вдох. И на выдох мы еще ниже. То есть задача лечь. С животом на пол. И аккуратненько, аккуратненько. Можно меняться еще разочек, еще разочек. В общем, так, чтобы вы почувствовали. Очень хорошо ваши мышцы вернулись. Пожалуйста, на свои места. Сейчас мы встанем на коленки. Правая нога отводится в сторону. Бедро, колено и нога. Они находятся по одной линеечке. Очень важный вариант для новичков. Стопа разворачивается вперед. И коленка в обязательном порядке должна быть подтянута. Для того, чтобы коленка не уходила вперед во избежание травм. И разъезжаемся. У каждого своя амплитуда. У кого-то будут бедра вверху. У кого-то один будут ниже. Но эти движения нужно выполнять как можно чаще. Для того, чтобы бедра расслабились. Внутренний мышц ног растянулись. Опускаемся. В этом движении, как правило, мы находимся минимум минутка. Лучше дольше. Чем дольше вы находитесь в этом положении, тем легче вам потом растянуться на поперечный шпагат. Сгибаем теперь правую ножку. Две ноги под углом 90 градусов. Бедрами стремимся к полу. Копчик подкручиваем. Бедрами стремимся к полу. Задача полностью прижаться. Стопу можно сократить, можно вытянет непринципиально. Бедра опускаем. Затем мы выравниваем левую ножку. В каждом положении две минутка-две находимся. Следим за тем, чтобы коленка была прямым. Это очень важно. В особенности, если ножки слабенькие, не натренированные. Очень важно, чтобы коленная чашечка была подтянута. И желательно пятку вперед. Для тех, кто уже дольше занимается и контролирует свое тело, можно, конечно, и закрыть. Теперь мы соединяем носочки вместе и полностью ложимся животом вниз. Движение называется лягушка. Задача полностью лечь. Можно попросить соседа, друга, притянуть пяточки в пол. Чтоб движение было более эффективным и ощутимым. Перед поперечным шпагатом очень важно выполнять эти движения. Но резко мы ничего не выполняем. Все выполняется очень медленно. Мы мягко встаем. Резко. Ни в коем случае мы не поднимаемся. Ножки медленно поднимаем. Встали на коленки. Бедра расслабляем. И толкаем вперед. Раз. И толкаем бедрышки вперед. Раз. Три. Четыре. Выполняем восемь. Шестнадцать разочков. Поднимаемся. Пятки толкаем вперед. И разъезжаемся на поперечный шпагат. Еще раз напоминаю, что коленки должны быть прямыми. Стопы на себя желательно. Вот такими утюжками. И контролируем себя. Можно на прямых руках. Можно уже полностью опускаться. Контролируем коленочки. Бедра выталкиваем вперед. Коленки тянем. Потом можно уже стопы дотягивать. Да, можно оставаться на локтях. У каждого будет свой вариант. И своя амплитуда движения. Если регулярно будут выполняться эти движения, то поперечный шпагат будет под силу. То есть, если выполнить все эти управы регулярно, поперечный шпагат будет вам под силу. Очень важно, чтобы данный комплекс выполнялся на разогретых мышцах и в медленном темпе. Субтитры делал DimaTorzok